За пределами того, что мы видим своими глазами, раскинуто таинственное царство невидимого мира. Сегодня мы окунемся в глубины этой загадочной реальности вместе с публицистом Фридсом Ринекером, который раскроет перед нами удивительные случаи взаимодействия между нашим миром и миром невидимым. Вы, вероятно, задавались вопросом, что происходит после нашего ухода с этого света? Фридс Ринекер утверждает, что ответы на этот вопрос можно найти в феноменальных явлениях, которые не оставляют сомнений в существовании невидимого мира. Но это лишь начало нашего увлекательного путешествия. В этом видео мы рассмотрим истории, которые удивят вас, заставят задуматься и, возможно, пересмотреть свои убеждения о границах реальности. За пределами мира, воспринимаемого пятью нашими чувствами, есть мир, который мы не можем увидеть. Поэтому нет фразы глупее этой. Есть только то, что я вижу. А чего я не вижу, того не существует. Тех, кто говорит мне такое, я часто спрашиваю. Вы когда-нибудь видели свой разум? Ответ всегда отрицательный. Хорошо, тогда я должен сказать, что у вас нет разума. Потому что, по вашему мнению, есть только то, что можно видеть. Говорил публицист Фридс Ринекер. Ринекер был убежден, что видимый и невидимый мир не только тесно связаны, но и взаимодействуют друг с другом. По словам публициста, примеров такого взаимодействия накопилось так много, что обходить их вниманием было бы и ненаучно, и неразумно. Проявление одухотворенной души в видимом мире. Наши мертвые живы. Они вовсе не покоятся в бессознательном сне. Их душа и дух продолжают существовать после того, как они оставили земное тело. А доказательством самостоятельности одухотворенной души в нашем видимом мире служит явление, которое наука называет феноменальными, утверждал Фридс Ринекер. К одному из таких доказательств существования души и невидимого мира публицист относил передачу мыслей и чувств на расстоянии. Чаще всего такая передача происходит в случае опасности для жизни близкого нам человека, который в этот момент может находиться за сотни километров от нас. В пример Фридс Ринекер приводит историю некой дамы, которая рассказала публицисту о странном случае из своей жизни. В ту пору дама была помолвлена. Однажды вечером у нее произошел такой приступ рыданий, что все ее тело буквально сотрясалось. Девушке сразу же стало ясно, что с ее женихом что-то стряслось. Она тут же написала ему письмо, в котором спрашивала, что случилось с ним в тот вечер в такое-то время. Ответ жениха поразил даму. В то самое время он боролся с тяжелейшим приступом болезненных почечных колик, положивших начало хронической болезни. Еще одним доказательством существования души в видимом мире является предчувствие. Эту историю Фридсу Ринекеру рассказал Карл Либих, живший в то время в Бетцингене. В тот же день жена Либиха отправилась на урок по обучению игре на пианино, оставив своего сына под присмотром домашней работницы. Однако ребенок убежал. Придя на место, жена Либиха узнала, что урока не будет и решила кратчайшим путем вернуться домой. Но внезапно она почувствовала себе неодолимое желание пойти длинной дорогой. В конце концов женщина поддалась странному порыву. Подходя к переезду, жена Либиха с ужасом увидела, что ее сын играет на рельсах. И ни обходчик, ни кто-либо другой его не замечает. Ближайший поезд мог бы погубить ребенка, если бы необъяснимое чувство не заставило его мать пойти туда. Следующим доказательством существования души Фридс Ринекер называл сны. Конечно, чаще всего, по словам публициста, наши сновидения представляют собой лишь повторное переживание дневных впечатлений. Но, с другой стороны, сны иногда содержат нечто важное и нередко предсказывают будущее. Из книги «Лучшее впереди» Богослов Кристоф Блюмхард в студенческие годы благодаря сну получил деньги на оплату своего магистрского экзамена. За несколько дней до экзамена один пожилой профессор в конце своей лекции попросил Блюмхарда проводить его домой. И уже дома спросил, не правда ли вам нужны деньги? После этого профессор вынул из шкафа небольшой сверток и отдал его со словами. «Я вручаю эти деньги вам, поскольку видел сон прошлую ночью о том, что вы нуждаетесь в помощи. Я рад, что на этот раз Бог избрал меня орудием для исполнения своих замыслов. Свертки была необходимая сумма. В невидимом мире живут не только души, некогда покинувшие земную жизнь». Фриц Ринникер описывает и другие случаи соприкосновения с невидимым миром. Эти эпизоды популицист называет «дыханием вечной жизни», которое иногда ощущает человек в видимом мире. Примером такого мгновения может служить эпизод, который произошел с самим Фрицем Ринникером. «Я сразу хочу предупредить, что ни в малейшей степени не обладаю какими-нибудь феноменальными способностями. И все же могу сообщить, что находясь в полном сознании, бодрствуя ночью в часы бессонницы, я видел в чудесно преображенном облике моего умершего в 1939 году отца, ушедшую от нас в 1943 году мать, а также скончавшуюся внезапно в 1961 году от инфаркта сестру», вспоминал Фриц Ринникер. «На лицах этих трех близких людей Ринникер не увидел ни следов старости, ни следов болезни, ни смертных страданий, ни душевной боли. Их лица отражали глубокую удовлетворенность, неземной покой и непередаваемое блаженство. Близкие Ринникера нежно махали ему рукой и были совершенно иными, и вместе с тем точно такими же, как при жизни». По словам Фрица Ринникера, в невидимом мире живут не только души, некогда покинувшие земную жизнь. Наряду с фактом продолжения сознательной жизни после смерти, человек обнаруживает, что и в незримом мире он не одинок. «В нем есть сферы, где обитают ангелы и сферы обитания враждебных духов». Фриц Ринникер приводил несколько примеров незримого явления ангелов в нашем мире. Сюда публицист относил множество случаев чудесного исполнения молитв, которые неизгладимо запечатлелись в памяти тех, кто произносил их. Один такой случай произошел весной 1776 года с немецким врачом и писателем Иоганном Юнгом Штилингом. Работая врачом в Эльберфельде, Юнг Штилинг часто принимал бесплатно бедных пациентов, и поэтому оказался в очень стесненных обстоятельствах. Подходил срок платить за жилье. Так как денег у доктора не было, он начал молиться и просить о помощи свыше. В молитвах Юнг Штилинг встречал и последний день назначенного срока, хотя не было ни малейшей надежды на получение денег. И все же твердая вера не разочаровала Юнга Штилинга. На утро последнего дня перед ним предстал почтальон и вручил ему 115 талеров золота, что и спасло его от беды. Но кто же был его избавителем? Никто иной, как Иоганн Гетте. Два года назад он взял у Штилинга рукопись жизнеописания и был так захвачен чтением, что без ведома автора отдал книгу в печать. Этот денежный перевод был гонораром автору. Почему он дошел до него как раз в момент наивысшей нужды? Почему именно в последний день? Ведь по воле случая автор мог получить гонорар днем раньше или днем позже. Фриц Оринекер говорил, что некоторым людям подобные мгновения могут показаться незначительными. Но именно они зажигают в нас свет вечного мира и указывают на то, что сразу после смерти начинается жизнь, гораздо более реальная, чем та, которую мы знали здесь на Земле. Смерть есть всего лишь промежуточное событие. Переход из одной формы конечного вещества в другую. Поэтому наш уход из видимого мира можно понимать как день нашего настоящего второго рождения. «Как купели ли переход на другой берег, где нам приготовлено новое одеяние?» Заключал Фриц Оринекер. Фриц Оринекер